Здравствуйте, с пятницы вас это Брифинг. Мы снова поговорим о том, что обсуждают сегодня в американских СМИ и соцсетях. С вами Маша Мортон. Сегодня обойдемся без политики, зато поговорим о ловле рыбы. Управление рыболовства и охраны природы штата Кентукки занимается на озере Баркли необычным рыболовством. Они используют электричество, меры вынуждены и необходимы для того, чтобы ограничить распространение азиатского карпа или толстолобика. Чуждого вида для местных водоемов. Толстолобики отнимают у местных рыб пищу и жизненное пространство. Часть добытых при помощи электричества толстолобиков будут использоваться для опытов. Остальные поступили в продажу. Их можно купить, зажарить и съесть. Посмотрите на эти кадры. Перед вами одномоторный КР-2, маленький самолет. Автомобилисты на одном из шоссе недалеко от города Сиэтла, штат Вашингтон, наблюдали, как этот малютка совершил экстренную посадку прямо на трассе. Забавная деталь. Одним из очевидцев событий стал полицейский. Приземление самолетика даже попало на видеорегистратора его машины. К счастью, при экстренной посадке никто не пострадал. Незадачливый пилот самолета даже самостоятельно покинул кабину и попытался оттащить машину к обочине. Под выводительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ топливной системы. Кстати о самолетах. Интернет-портал Brightside опубликовал список правил и советов, которым нужно следовать, когда предстоит длительный перелет. Правила касаются, например, багажа. Эксперты не советуют брать с собой в дорогу маленькую сумочку с документами. Такие сумочки, как показывает статистика, люди часто теряют. Лучше положить документы в надежный карман на молнии. В связи с других советов не есть экзотическую пищу перед длительным перелетом и не пить спиртное. Продолжается посадка в самолет. По-моему, это наш самолет. Я с собой согласен. А ты не помнишь, кто из нас летит? Нет? Когда вы проходите предполетный досмотр, советуя портал, нужно становиться в одну из последних очередей. Там людей всегда меньше. И еще один совет. Не ночуйте на кресле в заде ожидания. Лучше заплатить за зону отдыха VIP-класса, что гораздо дешевле, чем гостиница. Отель «Алган Квин» на Тайм-сквер в Нью-Йорке в начале 20 века был знаменит за дебогем и яркими вечеринками. На дням гостиницы провели мероприятие особого рода – гламурное. Я бы даже сказала гламурное. Показ кошачьей моды. Десять усатых моделей показали новейшие тренды, среди которых был показан костюм из Индии, костюм британского панка, испанский костюм и наряд, вдохновленный древним Египтом. Цель акции – привлечь внимание к проблемам приютов для животных. Место проведения показа не случайно. В гостинице с 30-х годов прошлого века живут кошки, подобранные на улице. Нынешнего кота 12-го по счету зовут Гамлет. На сайте change.org появилась необычная петиция. Более 130 тысяч человек поддержали идею перенести Хэллоуин. Традиционно праздник, как все знают, отмечают 31 октября. Призывы перенести его на последнюю субботу октября связаны с тем, что 31-е – часто рабочий день, и ходить по домам за конфетами дети могут только ночью, а это опасно. Неожиданный поворот производитель шоколадных батончиков Snickers компания Mars заявила, что раздаст американцам бесплатно миллион батончиков, если праздник перенесут. Петицию подала Ассоциация костюмов на Хэллоуин. По официальным данным, каждый год 3800 человек получают травмы в ночь накануне Дня всех святых. Хороших вам выходных и до самой скорой встречи на брифинге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова